Из письма заключенного, вот не понимаю я российское законодательство. Посадили на полтора года за то, что украл булку хлеба, и теперь на протяжении полутора лет государство меня будет кормить этим хлебом бесплатно. Кто кого наказал? Начинаем! А сегодняшнюю программу хочу начать с хорошей новости, а то все ругаетесь. Че у тебя один негатив в сюжетах? Пожалуйста, позитивчик для вас. Это видео мне прислал друг детства, ярый запутинец, такой, знаете, махровый, но при этом мой постоянный зритель и критик, причем чаще конструктивный. Так вот, для начала хочу вам показать это видео, сами все поймете, внимание на экран. Кощея По статистике из 15,5 миллиардов рублей, подлежащих взысканию по делам о коррупции, в прошлом году удалось вернуть только 588 миллионов рублей. Согласитесь, это достаточно скромная сумма. Вот и я удивился, когда это увидел. Повторюсь, кино данное мне ярый запутинец прислал, и я даже ему написал. Тут же, Саш, это точно ты? Никто твой WhatsApp не взламывал? Это ж видео открытой России, оно о том, как за бугром с коррупцией борются, в отличие от нашей страны, где она процветает. На что Александр мне ответил, да я бы лично всех этих Сердюковых Васильевых на костре сжег, еще бы и бензина подтащил, чтобы ярче горело. А вы меня спрашиваете, а что делаешь ты, чтобы этот мир стал чуточку лучше? Вот, человека в правильную веру обратил. Это реальная журналистика, сегодня с хорошим настроением, поехали. А эту новость прислали из Тольятти. В талиица автотаза на автовазе, в смысле, умер человек, которого заставили работать внеурочно. Ну как заставили? Понятно, что под дулом пистолета в цех его никто не загонял, но вы ведь не хуже меня знаете, как начальники умеют уговаривать. Правильно, не выйдешь, увольняйся. А мужику 58 лет. Куда его возьмут на работу в таком возрасте? Человека звали Виктор Насонов. Ни одно центральное СМИ об этом ЧП не сообщило. Да и регионально это помалкивают. Более того, затихарить ситуацию предпочли на заводе. Надеюсь, хоть с похоронами предприятие поможет. Ребят из Тольятти. Если у кого есть информация по данному поводу, шлите. Попробуем отследить ситуацию. А вообще, автоваз уникальное предприятие. Некоторое время назад там случилось массовое сокращение. Затем людям урезали зарплаты. Это только по статистике, которую в Кремль пачками таскают. Доходы населения растут. В реале, сами все знаете. Теперь вот еще и люди на производстве умирать начали. С колен встаем. Ну а теперь потрясающая новость для автолюбителей. Машина, как известно, не роскошь, а средство передвижения. Но похоже, что данное утверждение очень скоро может кануть в лето. И так, господа автомобилисты. С 1 января 2018 года в два раза увеличатся все штрафы. Появятся новые. Например, такое. Если вы не уступили дорогу пешеходу вне пешеходного перехода, то есть просто какой-то дурачок гуляет по проезжей части. Ему 500 рублей штрафа, вам полторы тысячи. В два раза подскочит в цене полис ОСАГО. Сколько он там сейчас стоит? Я в последний раз, по-моему, тысяч 10 за него платил. Сейчас, видимо, 20 буду. Но самое интересное. С января мы все должны будем оснастить свои автомобили приборами системы ГЛОНАСС. Их уже начали продавать. Пока 20 они стоят. Но, думаю, ближе к январю там коэффициентик какой-то появится. Чтобы вас это не смутило, как бы, что я вам не вру. Вы можете сами найти ценник стоимости ЭРО ГЛОНАСС. И вы охренеете, дорогие мои друзья. Ценничком будет примерно где-то 1025, может быть, 23 в разных регионах. Может быть, 1019,5 я находил самое дешевое. Плюс ЭРО ГЛОНАСС это такая херня, которая будет установлена в ваш автомобиль. Она будет иметь определенный код. И он будет привязан к паспорту транспортного средства. К СТС-очке, к такой зелененькой, которую вы с собой возите. Соответственно, вам надо будет ее еще и установить в ГИБДД. А это, соответственно, еще дополнительное вложение в размере 950 рублей. Насколько мне память не изменяет. А еще этот приборчик будет передавать в ГИБДД данные о том, во сколько вы сели в машину. Когда из него вышли, сколько часов провели за рулем и куда конкретно ездили. А теперь рассказываю на доступном языке. Вот я живу в подмосковном Ногинске и поехал я, скажем, в Москву. Там 40 километров расстояние. Понятно, что где-то я еду быстрее, где-то медленнее. Иногда, может, и нарушаю скоростной режим, но не пойман, не вор, как говорится, а с приборчиком ГЛОНАСС фигушки. Благодаря ему меня и ловить не придется. Полиционеры посмотрят, за какое время я преодолеваю это расстояние. Поделят его на 60, а там почти вся трасса 60. И вуаля, пару-тройку штрафов и я собрал. Слушайте, какая прелесть. А в Москве полным ходом проворачивается афера века. Но об этом все молчат. Помните, да, что весной нынешний там затеяли программу реновации. 4,5 тысячи многоквартирных домов собрались снести и переселить более миллиона человек в уновые хибары. Но это бог с ним. Сейчас выясняется, что с тех людей, которые под программу реновации попали, по-прежнему собирают деньги за капремонт. У меня вопрос. Капремонт чего? Домов, которые сносить собираются? По-моему, Собянин даже Мавроди уже переплюнул. Пантелеич хоть под что-то деньги собирал. Под мечту, под существующих вкладчиков Семенович же просто за воздух платить заставляет. Впрочем, по телевизору вам об этом и не расскажут. Оттуда другие сказки льются. В Москве сегодня стартовало публичное обсуждение проектов по реновации, по программе реновации. Своя работа представят 20 финалистов конкурса на лучшую концепцию застройки пяти пилотных площадок. Это районы Кузьминки, Головинский, Царицыно, проспекты Вернацкого и Хорошево-Мневники. Варианты их обустройства выставлены в здании Моском архитектуры на 2-й Брестской улице. Там же можно оставить и свои комментарии. Ну а чё, по-моему, клёва нет. Почти год об этой реновации талдычит. Но пока дальше картинок в интернете дело не дошло. Такая виртуальная Москва появилась теперь у Собянина. Причём денег на эти картинки потрачено столько, что вам лучше даже не знать этих цифр. Потому что это ваши деньги. Анекдот тут вспомнился армейский. Кто служил, тот поймёт. Бежит прапорщик по плацу, а там солдат квадраты рисует. Ладно, переведу. Это такая специальная разметка для обучения ходьбе строевым шагом. Вот прапорщик останавливается. Солдат, почему не на занятиях? Что делаешь? Квадраты рисует, товарищ прапорщик. Комбат приказал. А, ну рисуй, рисуй. Моцарт. Перемещаемся в Ростов. Но сначала поаплодируем этому городу. Сейчас объясню, чему аплодировали. А дело в том, что в ростовской школе номер 96 появился специальный класс. Класс Э. Элитный. То есть он не один. Их там много. В зависимости от возраста школьника. Первый Э, второй Э. Ну и так далее. А учатся в этих классах детишки, у которых мамка с папкой денюжкой располагают. Эти детки изучают дополнительные предметы. Их занятия проходят в специальных кабинетах, куда не пускают простых смертных. Учителя ставят их остальным в пример, как высшую расу и белую кость. Для них даже туалет специальный сделали. Там, в отличие от остальных, всегда чистенько. И на ключик закрывается, чтобы всякая шваль не шастала. Слушайте, как здорово. Только, по-моему, откуда-то я такое помню. Ах, да, похоже, ведь у фашистов было. Слушайте, а что мы тогда так гордимся с этой победой? О патриотизме каком-то лопочем отдельный. Он господа и дамы даже патриотические всякие мутки мутят. Но если главный командир позовет последний бой, Дядя Ола, мы с тобой! Особенно там церковь к месту. А не церковь ли учит? Не сотвори себе кумира. Ладно, этот вопрос все равно риторический. А это была реальная журналистика. И сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка на нее сверху. Гимнастики для ума гораздо больше. Заходите, наслаждайтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть, что почитать. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. Я же за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока! Значит, крутим вправо, они идут вправо. Крутим влево, они идут влево. Сейчас прямо стоим. Нам надо... А вы до этого не знали? Нет. Не представляла. Вот не представляла вот ничего. Да ладно. Да. Вы думаете, что колеса крутятся вправо, а они влево крутились? Наобум! Серьезно? Серьезно, конечно. Никто не видел, я не глядела. Только мне руль направо, руль налево. А колеса как крутятся. Я не осваивала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.Горелова Субтитры сделал DimaTorzok